Здравствуйте! В студии Юлия Белякова. Вы смотрите программу «Закон и право». Сегодня мы поговорим о защите прокурорами прав граждан по уголовным делам. У нас в гостях прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Курской области Дмитрий Шаханов. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич! Здравствуйте! Очень рады видеть вас в этой студии вновь. Прежде чем мы начнем наш с вами диалог, я хочу напомнить телезрителям о том, что мы работаем в прямом эфире. Это значит, что вы можете позвонить к нам в студию по телефону 70 35 15 и задать интересующие вас вопросы. Или сделать это можно на сайте нашего телеканала seyminfo.ru в разделе онлайн. Дмитрий Николаевич, большинство из нас привыкло думать, что прокуратура – это силовое ведомство. Особенно если речь идет о расследовании уголовных дел. И тем не менее, ведь прокуратура наверняка наделена еще и правозащитными функциями. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее об этих функциях. Да, Юлия, вы правы совершенно. Но прежде всего я хотел бы сказать о вообще месте прокуратуры в ряду других правоохранительных органов. По действующему законодательству прокуратура координирует борьбу всех, без исключения правоохранительных органов, с преступностью. Также на прокуратуру возложен надзор за исполнением всего массива федерального и регионального законодательства. Это, конечно, накладывает на прокуратуру большие обязательства. Но хотел бы сказать о том, что в сфере уголовного судопроизводства еще в 2007 году произошла довольно серьезная реформа, когда из прокуратуры был выделен Следственный комитет Российской Федерации. Но эта реформа касалась не только Следственного комитета, а в целом взаимоотношений прокуратуры, органов предварительного расследования. И мысль основная была такова, что необходимо создать независимые органы предварительного расследования, которые будут проводить проверку сообщений о преступлениях, будут возбуждать уголовные дела, расследовать их, обладая всеми необходимыми полномочиями. Но значит ли это, что эти органы остались бесконтрольными? Конечно, нет. Не значит. Вот за ними и установлен прокурорский надзор. Как он осуществляется? Вот на начальных этапах прокурор, ему обязательно направляется копия постановления о возбуждении уголовного дела. В течение суток с момента получения этого постановления прокурор вправе изучить все материалы этого постановления и принять решение. Возбуждение этого уголовного дела, оно было законным или нет, обоснованным или нет, и вправе отменить это постановление. Также и другие важнейшие процессуальные решения, которые права граждан напрямую затрагивают, о них, безусловно, нужно сообщить прокурору, эта обязанность на органы следствия возложена законом. Это и о задержании подозреваемого, и о предъявлении ему обвинения, о производстве обыска в жилище и другие следственные действия, которые затрагивают права граждан. Получив эти сведения, прокурор, конечно, изучает соответствующие представленные материалы и также вправе принять меры прокурорского реагирования. Ну и, конечно, прокурор осуществляет в целом надзор за предварительным расследованием, вправе по своему решению мотивированному знакомиться со всеми материалами уголовного дела еще до направления их в прокуратуру и в суд. И вот таким образом, вот этот постоянный контроль над теми решениями, которые именно затрагивают права граждан, где-то ограничивают их, это вот часть правозащитной функции прокуратуры в уголовном судопроизводстве, в досудебном производстве. Поэтому роль этих полномочий трудно переоценить, они действительно существуют и действительно работают. Но ведь прокуратура не ведет следствие сама, как мы уже поняли, и не руководит следователями. Можно ли обжаловать действия следователей прокурору? Да, безусловно. Это право для всех участников уголовного судопроизводства установлено законом ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. И прокурор, рассматривая такую жалобу, вправе истребовать соответствующие материалы и принять по ним решение. Например, законом предоставлено прокурору отменять постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении предварительного расследования. Таким образом, вот именно как раз по жалобам такие решения не так уж редко и принимаются. Когда заявители какие-то свои доводы приводят, они подтверждаются в ходе проверки. Я должен сказать, что люди активно пользуются этим правом, правом на обращение в органы прокуратуры, которые уже отделены, вы правильно сказали, от органов следствия, и осуществляют именно этот надзор. И часто они получают тот ответ, которого ждут, когда их доводы объективно подтверждаются. А вот прокуратура в данном случае имеет право отменить решение следователя или куда-то в вышестоящую инстанцию еще пожаловаться? Прокурор может отменить только строго определенные решения, указанные в уголовно-процессуальном законе. О них я уже сказал. Постановление, возбуждение, дело определенный срок об отказе. А ряд других решений и действий следователя. Ответственность же следователи должны нести за неправомерные действия, правильно? Безусловно. По другим нарушениям прокурор может внести требования об их устранении, об отмене решения, но с которым руководитель следственного органа может не согласиться. В этом случае человек имеет право, конечно, такое решение и следователя, и руководителя следственного органа обжаловать в суд в предусмотренном законном порядке. То есть суд только разрешит этот спор, получается, между прокуратурой и следствием, да? Это не спор между прокуратурой и следствием, а спор гражданина и органов следствия. В порядке статьи 125 УПК РФ человек, чьи права затронуты действиями органов предварительного расследования, имеет их право обжаловать в том числе и в суд. И уже суд рассматривает эти жалобы и принимает по ним решения, которые во всех случаях обязательно для органов предварительного расследования. У нас есть первый дозвонившийся. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите. Добрый вечер. В отношении моего родственника было возбуждено дело о ДТП. Расследование шло целый год, но все обстоятельства случившегося не выяснены. Сейчас следователь говорит, что закончил дело и передает его в прокуратуру. Мы не согласны и считаем, что там было много нарушений, что все экспертизы не провели. Что нам делать? Куда обратиться? Спасибо. Вот в данном случае что можно отметить? Человек говорит нам о том, что дело передается в прокуратуру. Но прокуратура автоматически в суд дела не передает. Законом установлено, что прокурор, получив материалы уже законченного расследованием дела, полностью изучает их на предмет достаточности доказательств, на предмет их достоверности, допустимости, отсутствия нарушений закона. И вот если наш телезритель не согласен с какими-то действиями, считает, что они проведены неправомерно, либо не проведены, и знает, что дело направляется органами следствия в прокуратуру для принятия решений, он вправе и в прокуратуру обратиться, и свои доводы более детально, более подробно изложить, с чем именно он не согласен, с какими действиями, решениями, что необходимо произвести. Конечно, при изучении материалов дела все его доводы будут проверены, оценены прокурором, и, может быть, послужат поводом и для возвращения дела для производства дополнительного расследования. Такое право у прокурора есть, то есть он не в любом случае направляет дело в суд, а только в случае обоснованности обвинения. В этом тоже и правозащитная наша комиссия. А если гражданин уже обжалует действие следствия в суд, вот уже в этом случае прокуратура не участвует? Участвует. Участие прокурора в данном случае обязательно, но его роль несколько другая. Если когда прокурор в рамках своих полномочий по определенным процессуальным решениям рассматривает жалобы, он вправе сам отменить решение. В судебном процессе прокурор, как равный с другими участниками процесса, участвует, когда в публичном судебном процессе рассматриваются доводы конкретной жалобы, выступает и заявитель, и представитель органов следствия, следователь обосновывает свое решение, а прокурор оценивает собранные материалы, позиции сторон и выступает для суда со своим заключением, мнением по этой жалобе. И, ссылаясь на нормы закона, предлагает, как разрешить эту жалобу, но решение принимает суд. И нередко так бывает, что участвующие прокуроры в каких-то случаях соглашаются с доводами жалоб на органы предварительного расследования, поддерживают жалобы заявителей. Ну и суд тоже, учтя все эти обстоятельства, принимает соответствующее решение и может признать действие органов следствия незаконным. А если, предположим, дело уже передали в суд, как в этом случае прокурор может защитить права гражданина? Тем более, если мы знаем и все привыкли, что если речь идет о судебном процессе, прокуратура вступает в роли обвинителя всегда. Да, прокурор относится к стороне обвинения, но в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона прокурор участвует в судебном процессе, обеспечивая законность и обоснованность поддержания государственных обвинений и предъявлено обвинение. Что это значит? Прокурору законом предоставлено право в случае, если обвинение, которое предъявлено органами предварительного расследования по результатам судебного разбирательства не подтвердится, не будет обоснованным, прокурор вправе от него отказаться. Полностью и частично. И такие случаи у нас не часто, но бывают. Были и в моей практике, когда по одному из эпизодов обвиняемым в ходе следствия была дана явка с повинной о совершении преступления, но она не подтверждалась даже и показаниями потерпевших, которые совершили другие. Подробнее расскажите, интересно. Обвиняемый дал явку с повинной о том, что совершил хищение одном из предприятий, похитил сейф, в котором, по его словам, лежала конкретная сумма денежных средств. Он указывал и место, кабинет директора, откуда этот сейф был похищен. А потерпевший, будучи допрошенным, и на следствии, и в суде указал на то, что сейф стоял не в его кабинете, а в коридоре, и там денег не было вообще, а были только служебные документы. И таким образом мы поняли сразу, что вот эта явка с повинной, она не только отрицается уже в суде самим обвиняемым, но она не подтверждается объективно показаниями самих потерпевших, другими материалами дела. И, конечно, от этого эпизода, от этого обвинения было решено отказаться, что и сделано было. А суд принял такой отказ и прекратил в этой части уголовное дело. Ну, прокурор, участвуя в процессе, защищает и обеспечивает законность не только в интересах подсудимых, но и в интересах потерпевших. Может и гражданский иск поддержать заявленный потерпевшим. То есть, главное в работе прокуратуры это обеспечение законности. Прокурор не отстаивает чьи-то интересы, а его задача отстаивать закон, закон, требования закона. Если они в данном случае совпадают с какими-то заявлениями, мнениями потерпевшего, значит, они будут поддержаны прокурором. Если доводы защиты имеют законные основания, то, конечно, никто не будет их игнорировать. Корректно ли у вас спросить про адвоката, если прокурор на стороне закона, а адвокат тогда? Ну, каждый имеет право на защиту, поэтому защитник, адвокат – это тот, кто оказывает квалифицированную юридическую помощь обвиняемому, подсудимому и стремится его мнение, его доводы облечь в правовую форму и изложить органам следствия, суду в грамотной, юридически обоснованной форме, чтобы они все были рассмотрены. Потому что человек имеет право защищаться, чтобы его доводы, любое мнение его по любому возникающему в ходе расследования и рассмотрения в суде дела вопроса было учтено. В этом функция адвоката – помогать именно своему подзащитному, ну, а прокурор вот другую, несколько другую роль играет в процессе. Вот если вернемся к тому случаю, про явку с повинной, какая-то ответственность за ложную явку с повинной человека понесет? Нет, законом предоставлено право обвиняемому, подозреваемому, защищаясь, давать показания, приводить любые доводы. В данном случае человек дал сначала одни показания, потом другие, фактически оговорил сам себя, поэтому за это он ответственности не полечет. Да, они не предупреждаются. Подозреваемые, обвиняемые об ответственности, вот задачу заведомо ложных показаний. У нас есть еще один звоночек. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, на моего несовершеннолетнего сына напали, отобрали у него телефон. Но вот полиция сработала, поймала преступника, дело направили в суд. Вот, я хожу, представляю его интересы, как мама, и вот судья меня в процессе спрашивает о чем-то, задает какие-то вопросы, а я не всегда понимаю, что он от меня хочет, ну и для чего вообще все это. Вот, может быть, вы подскажете, к кому мне обратиться, и что мне вообще с этим делать? Спасибо. Спасибо. Ну, ответ достаточно простой. К прокурору, государственному обвинителю и пленуму Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении о практике применения норм, предусматривающих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве, говорит о том, что требования закона таковы. И прокурор, и потерпевший, его представитель, это одна сторона, сторона обвинения. Они могут занимать, в том числе, и согласованную позицию. И для согласования этой позиции сторона вправе заявить перед судом ходатайства об, в том числе, объявлении перерыва для согласования своей позиции. Поэтому, если, уважаемому телезрителю, непонятно, о чем его спрашивают, о чем идет речь в судебном процессе по каким-то процессуальным моментам, когда выясняется его мнение, а это обязательно, то вот можно получить разъяснение, соответствующее у прокурора, и чтобы уже согласованную позицию занять по данному вопросу. То есть, это каждый раз фактически через переводчика работать нужно? Терминов же много? Нет. Ну, кто-то, кому-то более понятно, о чем идет речь, кому-то менее понятно. Тут речь идет о возможности самой обратиться, согласовать позицию. Такое право у сторон есть. Ну, а кто будет им пользоваться, кто нет, это, конечно, от каждого человека зависит. Недавно мы снимали материал о вынесении приговора за вооруженный грабеж. Я предлагаю всем вместе его посмотреть и потом более детально обсудить. Внимание на экран. Трижды напал на одну и ту же заправку. Преступление раскрыто. На скамье подсудимых оказался житель Белгородской области, который ранее привлекался за мошенничество. Официально он нигде не работает, неофициально частный предприниматель. Не выпивал, характеризуется положительно. Даже безвозмездно помогал техникой при строительстве храма. По версии следствия, на грабеж решился из-за больших долгов. Два одинаковых вооруженных нападения на одну и ту же заправку. Общая сумма украденного почти полмиллиона. Каждый раз осужденный попадал на смену оператора Никитиной. К слову, работают здесь четыре кассира, дежурят сутки через трое. Третье, на этот раз неудавшееся ограбление, Лазарев попытался совершить в апреле этого года. На дежурстве вновь оказалась та же оператор Никитина. Дмитрий подъехал на мотоцикле, к кассе подошел в шлеме. Протянул девушке за бензин 200 рублей. Как указывала следователем потерпевшая, она услышала, что преступник под курткой щелкнул затвором. Да и голос один в один совпадал с голосом грабителя, который она помнила все семь месяцев. Никитина закричала, Лазарев побежал. Сотрудники полиции спустя некоторое время задержали преступника в поле. Как указано в уголовном деле, охотничий обрез Дмитрий успел спрятать в сток сена. Обвинение опирается на явку с повинной. Сегодня Лазарев объясняет, убежал с заправки, испугавшись криков Никитиной, а признание подписал под давлением. Есть материалы дела доказательства, есть экспертиза, что меня били. Все гематомы, все синяки, все описано. То, что говорит подсудимый о том, что его там били, нет явок с повинной, вот по этому поводу как-то можно закомментировать? Значит, по этому поводу проводились проверки в порядке ст. 44 и 145 данные, факты не нашли своего подтверждения. В итоге главными доказательствами по делу стал охотничий обрез, а также свидетельские показания, в первую очередь Никитиной. Лазареву окончательно, по совокупности преступлений, назначить наказание, путем частичного сложения назначенного наказания, в виде 12 лет лишения свободы, с обыванием наказания, в исправительной колонии особого режима. Кроме того, Лазарев должен возместить всю украденную сумму владельцу заправки и выплатить 300 тысяч за моральный ущерб оператору Никитиной. Обвиняемая сторона твердо намерена подавать апелляцию. На иждивении у Лазарева осталось трое детей, двое из которых несовершеннолетние. Вот может в этой конкретной ситуации прокурор помочь подсудимому, точнее уже осужденному, обжаловать приговор? Ну, право обжаловать приговор, в соответствии с законом, предоставлено ему самому и его защитнику, поэтому, как ясно нам из стилей сюжета, они уже изъявляют такое желание в течение 10 суток с момента вручения осужденному, содержащемуся под стражей, копии приговора. Он вправе подать апелляционную жалобу на него, привести все свои доводы, которые он считает нужным, и относительно экспертизы, и относительно показаний потерпевших. Они все будут рассмотрены судом апелляционной инстанции. А вот, что касается помощи, в данном деле это, в данном случае, не функция прокуратуры. Каждая сторона равна в процессе, она абсолютно равными правами обладает. То есть, прокурор никаким преимуществом в обжаловании, в рассмотрении дела не обладает. У него точно такие же права заявлять суду ходатайство, представлять какие-то доводы суду, в том числе суду апелляционной инстанции. Поэтому в данном случае обвиняемый сам не лишен права все свои доводы привести, и они обязательно будут рассмотрены. А еще осужденный за кадром признался в том, точнее рассказал, о том, что ему отказали в прохождении полиграфа. К сожалению, как-то проверить сейчас мы это не можем, но если взять даже не этот частный случай, а говорить в общем, имеет ли право подсудимый требовать для себя прохождение полиграфа, и будут ли его результаты рассматриваться как доказательства в суде? Ну, полиграф детекта лжи по-другому, заключение психофизиологической экспертизы более научное. Верховный суд уже давно разъяснил, что такой документ не является доказательством по уголовному делу. Он, как указывал Верховный суд неоднократно в своих решениях, служит лишь для отработки следственных версий. То есть, есть какие-то данные о причастности этого лица или нет, а уже дальше они должны подтверждаться конкретными доказательствами. И поэтому просить о проведении полиграфа, ну, обвиняемый может заявить такое ходатайство, но в связи с тем, что… Ему вправе отказать. Да, да, поскольку это не является доказательством и нельзя проверить, объективно как-то установить, действительно ли человек говорит правду или нет, вот Верховный суд в своих решениях на что ссылается? Уголовно-процессуальным законом установлен порядок оценки доказательств. В сопоставлении с другими, с требованиями закона, было ли оно получено в соответствии с требованиями закона, подтверждается ли другими. А заключение вот такой экспертизы, полиграфа, оно предлагает нам просто поверить, что вот человек причастен или человек не причастен, говорит полиграф. То есть, можно сделать вывод, что можно обмануть полиграф, поэтому не считается доказательством? Такие случаи бывают, они нередки, они по делам встречались мне ранее в моей практике, поэтому, безусловно, когда очевидцы указывают на это лицо, а полиграф говорит нет, и бывали и случаи наоборот. Поэтому этот же прибор фиксирует эмоциональную реакцию человека на определенный вопрос, на определенные слова, а в данном случае эта реакция может быть вызвана чем угодно, может быть, она может быть, а может человек умышленно ее сдержать. Поэтому... Дмитрий Николаевич, очень мало остается времени до конца эфира. Давайте последний вопрос рассмотрим. Когда человек жалуется, точнее, обжалует решение суда, есть ли в этом вообще смысл? Какова практика в нашем регионе? То есть, приговор вынесен, он уже отбывает срок. Были ли случаи, когда после такой жалобы смягчили наказание? Ну, обжалуют осужденные приговоры и в апелляционном порядке, и в кассационном порядке. Предоставлено право участникам судопроизводства, также иным лицам обращаться и в прокуратуру с просьбой на уже вступивший приговор принести кассационное представление. Прошу прощения. И действительно, в тех случаях, когда доводы объективно подтверждаются, когда что-то неверно было оценено, это всё проверяемое, для этого изучаются материалы дела всегда, и в вышестоящем судом, и в прокуратуре, и, в общем-то, когда эти доводы объективно обоснованы, судебное решение может быть отменено. Поэтому, конечно, таким, кто не согласен с судебным решением, тот может пользоваться своим правом, приводить доводы о несогласии с ним конкретные, они все будут рассмотрены. Спасибо вам большое за этот интереснейший разговор. Надеемся, что мы ещё не раз с вами увидимся в этой студии. Спасибо большое. А я напоминаю телезрителям о том, что это была программа «Закон и право». Оставайтесь на телеканале «СЕИМ». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова